Привет, мои дорогие зрители, с вами Элла Австралия. Я только что включила интернет, и здесь такие новости. Воронка открылась возле промышленного комплекса на юге Сиднея. А дальше читаю. Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия. На юге Сиднея, после того, как возле промышленного комплекса образовалась воронка, предполагается, что провал образовался ночью или сегодня рано утром. А дальше пишут. На Вестботани-Стрит-Ворогдайле. Ребят, так это же рядом с нашим домом. И Миккес только что пришел с той стороны и говорит, там, говорит, что-то столько много и милиции, и полиции, и телевидения. Так что давайте-ка с вами тоже сюда проедем и посмотрим, что там приключилось. Наверное, где-то мы на правильном пути. Куда все идут, туда и мы идем. Я смотрю, пожарная машина. А, вот две пожарные машины. Это совсем близко от меня. А вот это кран. Ребят, помните, когда месяц-два тому назад я сняла для вас видео, вот в этот кран ударила молния. И весь свет погас. Идем. Идем дальше. Вот там что-то уже, вижу, перегорожено. А там через дорогу уже можно и в секонд-хенд пройти, прогуляться. Ого! Это что тут такое? По-моему, дереву приходит хана. Идем дальше. Ой, ой, а это... Это даже... Смотрите, вот это вот пожарная машина. А это что-то такое огромное. Я не знаю. Трак какой-то. Еще одна пожарная. Вот там я смотрю, дорога перекрыта. И у людей есть подозрения, то, что сейчас здесь копают туннель. И вот они в нашей эре тут уже копали, копали. Я вообще не знаю, что тут. Разворотили вот этот вот весь район. Возможно, это поэтому и земля провалилась. вот тут линия стоит. И... 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 И что это значит? И куда нам идти? А-а-а... А-а-а... Ха-ха-ха-ха... Идем туда. Телевидение находится там. Вот это вот. Вот это вот. Это все... Здесь идет сейчас строительство туннеля. Ну, а где дыра-то? Прости, Господи. Ну, это все наши австралийские каналы. А где дырка-то? Что-то куда-то шли и не туда пришли. Или нет, и не туда пришли. Вот так. Ага. Наверное, это там где-то находится. Ой, нет. Не сможем мы с вами пробраться. Все оцеплено. Это находятся вот там. Ну, а сейчас кто-то из руководителей получит по шапке. Вы представляете? Это же... Можно было там и машину припарковать, она бы туда провалилась. Не пишут, насколько оно глубокое. Ну, и тут начальники все собрались. Ой, надо найти где-то срочно вот такую форму оранжевую и каску. И только так туда можно будет пробраться. Ну, вот. А у нас с вами нету трипода. Трипод дома остался. А так бы тоже рядом с ними поставить. Ну, конечно, сейчас все начальники этой стройки тут будут. Вы представляете, если... Где они там что накрутили, навертели, то, что сейчас начнет тут земля проваливаться с их туннелем. Нет, ребята, это бесполезно. Бесполезно там не подойдешь. В общем, потом посмотрим, как эта дырка, какая она глубокая. ну, и здесь совсем, вот тут вот, где голубенькое здание, там находится рядышком секонд-хенд, ну, а я вот там вон живу. ну, вот где-то это... где-то это там. все, побежали, а то я тут за линию зашла. Ну, что, будем ждать вечерние новости. Сейчас мимо пожарных прошла, спросила, я говорю, вы случайно не знаете, ребята, какая-то дырка большая или маленькая. они говорят, мы ее не видели, но говорят, что в тоннель провалилась. Вы представляете? Я им говорю, может, это только начало. Сейчас тут это еще как-то удачно провалилась. Хорошо, я говорю, там мог и человек стоять, мог, могла и машина припарковаться, туда провалиться. Господи. В общем, посмотрим. А я-то размечталась, я думаю, вот так вот прям в линии, я сейчас приду туда и вам вот так вот сделаю обзор провала. Но не получилось. это сегодня у нас почем бензин дизель 2 доллара 5 центов, 98 2 доллара 10 центов, доллар 90. Захожу домой только за ручку хотела взяться и сказала, ой, кто тут сидит. А я все сижу, глаз не отвожу. Ну, давай иди, проваливай. Я не хочу тебя сейчас раздавить. Ой, он на меня не прыгнет. Иди отсюда. Иди. Ага, видит, я его не трогаю, усик потрогаю вот сейчас. Давай, иди. Иди. Ой, он Игоря перчики не съест. Ну, вот сейчас, сейчас, ребята, вертолет прилетел. Тут прям у нас с балкона снимаю. Где он там? Возможно, дом уже провалился. Надо пойти посмотреть, потому что эта дыра еще больше становится. Нашла его, потому что такое яркое солнце, что кружат, кружат. Сейчас пойду посмотрю по новостям еще, что там. происходят. И вот опять я здесь, ничего не видно, ребята, работает кран. Нет, здесь сетка. Через сетку ничего не видно. все перекосоёжилось. Все перекосоёжилось. да, ничего не видно. Это снимали с дрона. Смотрите, вот это. Начало проваливаться. паркинг. А сейчас сейчас посмотрите, насколько большая дыра. Вот это вот паркинг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почти что на девять машин. и там уже кусок от дома отвалился. поближе можно посмотреть. Вот тут что-то такое. А я когда сейчас туда приехала, это находится прямо там, где стоит кран. я с работником поговорила, я говорю, ты знаешь, я говорю, я сняла видео, как молния вот в этот кран ударила. И ему показала это видео. Он у меня прямо с телефона его записал. Я говорю, слушай, кран такой тяжелый, сейчас еще вторая дырочка, чтобы кран туда улетел. Ребята, ну вот такая мотота, хочу сказать. Ну а теперь я коротенькое видео поставлю, которое я сняла для вас вчера, потому что вчера был последний день лета, а сегодня в Австралии первый день осени. Оно совсем коротенькое то видео. Торт на день рождения Бездой Кейк. Вот как переводится. А я что-то там в попыхах сказала, потом думаю, что я сказала? Ребят, слушайте, хотела сказать, чемодан. Сундук стоит на улице, я села в машину, запах обалденный, от руки, я вот какую-то бутылочку потрогала, слушайте, хоть бери и возвращайся, ищи эту бутылочку, которая так пахнет, я прочитала, его добавляют в свечки и можно добавлять в мыло, так что вот сейчас вот этот запах, он просто вошел в кожу, пахнет как дорогой парфюм. посмотрите, с нового года так оставили. Ребят, сегодня последний день лета в Австралии и лето, так сказать, дало жару. Днем было 35, сейчас 8 часов вечера на улице 30 градусов влага, дышать нечем, я вот тут вышла, вот реально просто я уже сама не рада, хоть как говорится, как в песне, вышел и снова зашел, вот зараза, господи, как он вякнул, ой, так что господи, сейчас такие дети пошли, что знаете, надо детей бояться, а не взрослых. Это просто какой-то кошмар. Каждый день показывают, как дети нападают на взрослых им разницы нет, сколько это человек, перед ними дедушка, перед ними бабушка, в общем, как-то так, смотрите, там через дорогу, вот они, бэй, лампочки, вот они, порт сияют, но на улице вот реально дышать нечем, посмотрите небо какого цвета. Рядом с нашим домом маленький магазинчик, чашку с водой для собачек поставили, и здесь шашлычницы продают, а вот таких я никогда не видела. это наверное поддувало какое-нибудь блогер ага вот сейчас мы посмотрим кручу-верчу температура не падает, я была полчаса на улице, ребят, я домой едва ноги принесла, просто обморок упасть можно. и и